Я надо подобрал дистанцию, а потом резко это сделать. Отточенные приемы и крепкие захваты. Тренировка у Сергея всегда по расписанию. Совсем недавно воспитанник спортивной школы «Горки-10» занял второе место на международных соревнованиях в Минске. Спортсмен занимается каратэ уже 12 лет и останавливаться на достигнутом не собирается. Я начал заниматься еще с первого класса. До этого занимался спортивной гимнастикой. Но в школе была секция каратэ, и как-то меня больше зацепило каратэ. В свои 19 лет каратист уже принимал участие в первенстве и чемпионате России. За его плечами уже немало достижений. Одно из самых значимых – это разряд мастера спорта. Было два последних соревнования. Первый – чемпионат России, который происходил в Казани. Там Сергей выиграл четыре отборочных боя и вышел в финал. И в финале проиграл спортсмену из Санкт-Петербурга, и стал вторым. И все равно это дает ему право быть зачисленным в состав сборной России по каратэ. Ребята из спортивной школы тоже не отстают от Сергея и активно участвуют в различных спортивных состязаниях. Недавнее соревнование – это был чемпионат России. Он был в сентябре. Я выступила на нем не так успешно, как бы хотелось. А мастера спорта я получила в том году, тоже на чемпионате России. Я стала бронзовым призером и выполнила норматив. Давид сравнивает боевое искусство с шахматами. По его мнению, самое важное – изучить соперника правильно и точно нанести удар. Вместо фигур – это ты сам со своим соперником. Это больше игра разума. То есть никто кого перебьет, а ты должен думать головой и понимать, что будет происходить дальше. На будущее ребята уже наметили много планов. Пока юные спортсмены готовятся к новым соревнованиям – международному турниру, который пройдет в Москве в конце ноября. Екатерина Крамор, Фарид Хариддинов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова